Доброе утро, друзья. Мы встали очень рано. Что-то не спалось? Аленке вообще не спалось. Потому что там все шумят, уходят. Скажи доброе утро. Доброе утро. Аленка на детоксе. Мы уже взяли по бокалу просека. Я была против. Как вы видите, завтраки я уже показал, там в принципе неплохие. Там еще десерты есть. Я не дошел до них, чтобы приснимать. И фрукты, просека можно пить, соки, кофе, все-все-все. Точнее нормально. Точнее нормально. Ну не то, что после турции все нормально. Наверное, будет у тебя. Вот. Поэтому вот сейчас мы сходим на завтрак и потом... И хамест целевого они приходят. Да, я вижу его очень-очень качественно. Вот. И мы поделимся еще своими впечатлениями по завтраку. Попозже, когда приедем, сейчас насладимся им. Но я думаю, уже выглядит все очень хорошо. Вот. В целом, отель, хорошая кровать, была отличная. Мне хорошо спалось. А потом расположилась только с вами. Ну вот, мы перекусили. Доброе утро. Еще раз доброе утро. А на самом деле, так оно и есть. Потому что, вы видели, мы перекусили. Потом мы осознали, да, что что-то мы как-то рано встали, пошли поспали. Вот, только что встали. И сейчас мы пойдем... Взяли тур на подземелье. Посмотрим про какие-то подземелья. Да, мы вчера уже думали об этом, но просто мы не знали. Сейчас уже получается, что пока все складывается у нас, скажем так. Вот. Так что пойдем по подземельям. Да, ну посмотрим, насколько там подземелья, не подземелья будет. Ну, что-то такое должно быть. Везде пахнут очень вкусно свежеводочным хлебом. Но, я так понимаю, ты здесь или тротельник, или как он такая... Наверное, как и слоеное тесто, скорее всего, или не слоеное. То есть, в общем-то, как и вафли, грубо говоря, посыпанные сверху. И внутри разные с чемпионами. Уже, я так понимаю, по любому вкусу. Кафель, мороженое или какой-то крем. Вот. Вчера, кстати, я офигела цен в пивомагазинах. Оказалось, что, в принципе, оно не так. Просто нужно знать, куда ходить. Нет, мы просто вчера зашли, перед ним как идти домой. Мы зашли в магазин, взяли себе чипсы и взяли пиво. И как-то деньгами, сколько дорого заплатили. Мы там посчитали, что одно пиво, типа, что-то два с чем-то, около трех. Как-то так. Три евро, что-то было три евро, да, было? А, ну, на самом деле, мы просто, ну, по факту, ну, я бы понимаю, что мы зашли в танец-то, будто это как-то вечник. Такой туристический вечник. А сейчас мы зашли в магазин обычный продуктовый. Ну, во-первых, у них очень шоу, посередине, но у них в среднем где-то 4 евро. Ну, самое дорогое, самое худое стоило на 16. Ну, это прям вообще, самое-самое-самое-самое единственное такое было. С черной ценой огромное стояло. Вот, а так у них получалось где-то евро. 1 евро. Да, около 1 евро, когда что-то козел был, да. Вот. Еще мы нашли вчера одно место, где можно будет покушать. Наверное, туда сегодня вечером сходим. А вообще, на днем я хотела бы, я очень хочу найти, знаете, какой-то такой, типа, кебабный или типа, гиросный. Короче, хочу какой-то вот такой дрянь. Типа, шаурмы или что-нибудь или мясо каком-то просто на гриле пожарить. Ну, типа, ребрышки, либо зубляки, либо шашлычки. Пошли мы туда не сходили. В общем, так, это вот это здание, которое мы смотрели, я вчера читал про него, что вот оно расписное здание, что оно расписное тем, что там, что-то, ну, когда все скрипали или как-то, да. Ты вчера читал? Да, что-то там было. Оно чем-то знаменито, именно вот этим фресками своими на своем, да. Да. Оно, именно Дмитрий, это технике исполнения. Я не понимаю, что оно, наверное, выцарапано на вот это. Дмитрий. 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 Ну вот, мы немножко прогулялись, и мы сейчас идем на этих астрономических часы. И вы посмотрите уже, сколько народу собралось, чтобы посмотреть на эти фигурки, которые там будут двигаться. Ну вот, вы видели это представление, которое прилетело очень-очень быстро. Ну, ну, людей, осторожно. Людей было очень много. Правильно, сейчас у меня не очень много. Да, чтобы вы понимали, да, вот это самые, одни из самых старых астрономических часов, которые есть в мире. Третий, по-моему, они были в 1400 каком-то году установлены. Вот, ну, показывают там, соответственно, звездное положение, там ждаки зодиака, куча всяких временных зон и тому подобное. Я не стал уже там даваться. Разобраться бы, да? Разобраться бы с чем, да. Но, на самом деле, что интересный факт, что это единственные, которые остались, которые работают. Это что, да. Вот. И все. Остальные, ну, потеряны. Вот. И сейчас вот мы ждем, осталось немного времени, у нас будет этот подземный турк. Ну, и потом мы просто погуляем в Высший град, входим там через Карловский мост. Да. Мы хотим сходить в Новый город, ребята. Ну, все, мы пришли на точку сбора. Нам дали вот такие вот билетики и сказали стоять, никуда не уходить. Нас заберут. Ну, вот была небольшая акция, рассказали нам про то, как мы начинаем. И тур начинается через ПАПА. Через ПАПА. Да, то есть мы спустились в БАП, прошли через него насквозь и спустились вниз. По Тибели. И сейчас там будут рассказывать, что все дальше. Было какой-то образованный Албак. ПАПА. ПЛАДСЫ ТИНСКУМЕНТА То есть мы сейчас посетили в нижнем этаже, где жили служащие короля, где здесь кухня, жилые помещения, и через них можно было выйти в башню, в которой было все видно. Вот, да, и здесь говорят, что Прагу периодически все равно затопляет, это их проблема основная, и там была где-то отметка, они зафиксировали, короче, вот это до сюда, она доходила в 2002 году вода, то есть все еще происходит потом. Вот сейчас мы прошли площадь, где в свое время казнили людей, поэтому, ну, всякие потрубали, да, потрубали, вешали, да, там потрубали личности и тому подобное, да. Вот, и там, соответственно, в связи с этим вот вы видели, я показал, там кресты выложены, есть камни. В основном, по политическим взглядам, не сошлись. Да, ну, здесь, ну, как есть, как есть. А теперь здесь можно поесть. Да, здесь можно поесть, обычное дело для них было это выкинуть кого-то неугодного политика из окна. Вот, ну, ну, да, это хороший способ, но здесь есть одна проблема, что если он выживал, то потом тебя казнили. Мы зашли в какую-то открытую комнату, где по легендам изготавливали голем. Ну, вот, нам только что рассказали историю, что когда-то давным-давно Ролин, да, и который создал голем, я говорил, который создал голема для того, чтобы защищать городок в Украине. Ну, потом голем вышел из-под контроля, и он его отправил на вечный сон, да. И по преданию он пошел, он его похоронили в синагоге, где-то он там. Но, когда их синагогу реглорировали, его так и не нашли. Вот, мы видели сейчас копию голема. По преданию он по-прежнему где-то здесь ходит, так что, если вы увидите его, то сделайте сел. Вот, а сейчас мы идем в катакомбы. Смотрите, он такой милый, уютный. Да? Угу. Сейчас погоняло, совсем тепло стало. Чувствуется, как без 12 градусов, как-то все хорошо. Прям, да, хорошо тепло стало. Вот, ну, тоже, не знаю, ну. Очень артистично, но мне, знаете, я, наверное, ожидала какого-то такого. Мне хотелось, наверное, просто побродить по старым катакомбам. А тут было больше, наверное, такое... Материстическая такая, артистическая рефлексия, это сделано, да. Да, ну, вот как-то... Это, наверное, если не как-то было, то, скажем так. Ну, она молодец, она живенько рассказывала, все живи рассказывала, все рассказывала, да. Вот, вот, в целом, в целом, ничего, ну, я бы не платил такие деньги за... Сколько стоил, по-станей, не сказать. 22 евро просто. Человек, да? Человек, да. То есть за 10 евро еще можно было бы как-бы сходить, за 22 человек, ну, как-то так. А у нас сейчас план, да, значит, идти на этот коротк мост. Да. Вот, по пути, если что-то найдем, то перекусить. Если не найдем, то... Да, то перейдем мост, и на той части посмотрим новый город, там, походим по бродю. Вот. А так, перекусим, да, что-то еще накидал, что до этой части можно посмотреть будет. Вот завтра, да, у нас на ту сторону в замок съездить, посмотреть. Ну, шли-шли, мы нашли какой-то интересный, судя по всему, интересный, популярный ресторан. Вот здесь самообслуживание. Ленка уже работает барменом. Если что, нужен бармен? Нет, здесь просто заказы все делают, что на улице. Вот мы заказали, там, бутерброды и сосиски. И пиво заказали, и пиво здесь самообслуживают, и ты сам себе наливаешь. Пожалуйста. Вот заказали, нам принесли вот это бутербродики с местной ветчиной, и вот там вот это лёгкий на сосисках с горчичкой и с хлебушком. Вкусно, да? Хочешь сосиску, могу я съесть, то можешь съесть. Вот тебе понравилось. Мне очень было вкусно. Мне очень рада, что мы скормозили. Но это не убирает мое желание, совершенно не умаляется, что так нужно жевать. А есть чего-нибудь сороненького на гриле. Какая-то сороненькая на гриле, я не говорю стейк. Я имею в виду, вот в идеале я хотела бы ребрышки, надыли. Знаете, а-ля греческий какой-то, греческий. Или я хотела бы какого-то гироса на тарелке. Или хлеб на тарелке. Так что вот... Что такого хочу? Какое-то уличное такое вроме, по-моему. Так, мы направляемся... Нам нужна набережная, пошли, наверное, там. Ворота. Будем загадывать желание. Да, нам не ворота, нам нужен коров, мост. Если вы здесь будете, вот искренне советуем найти место. Это называется наше мясо. Искренне советуем. Прям аутентичную, ну, в таком плане, аутентички. Дучи людей. Причем, ну, видно, сразу видно, где иностранцы, а где местные. Местные, ну, заходят, а иностранцы будут. А что с чем будем делать дальше? Ну, мы такие же. Такие же, если есть. Вот. Но, реально запах такой. Какое у них красивое мясо, хорошее. То есть тут можно дать мясо и еще, ну, приготовить. Ну, у нас будет вариант. Только если вы снимаете возникли на квартиру, на остальных квартирах, на остальных квартирах. Музыка. 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 Вот мы нашли эту штучку, да? Нашли? Давай, нашли, да. По сравнению с статуями просто там такая вот лапа стоит, чтобы знали, чтобы не пропустили. Мы в два раза загадывали. То есть там какая-то новая, это для молодоженов, наверное. На самом деле вот мы приходим в то, что должно было быть. Вот она. Ну вот, мы с вами прошли полкилометра. Приходим на вторую сторону города, в новый город. Ему говорит, что у него ноги уже чуть-чуть забивают. Я говорю, что у меня нет. Ну, я просто очень. Я помню, что когда мы гуляли по лесу, то получается, скажешь, вверх-вниз, там, вот там я на следующий день чувствую про них, да? Что-то там. А вот прямо просто пишет, бьешь, сколько людей. У меня как бы прямо морган. Ну вот, мы видим, что он, на самом деле у меня прекращено месяц, когда мы столько работ не забились, как-то вот чахут, чувствую, чуть-чуть забиваются. Ну что, Аленка, мне сегодня сделать расход. У меня сейчас у тебя приличное такое состояние. У меня все равно, да. Аленка, мне сегодня сделать расходляющий массаж, но... У меня только одна. Ну, народу здесь не меньше. Дорогие сообщения меньше ни разу. Мы надеемся, что там дом, чуть-чуть трех надо управляемся, и там будет меньше людей. Потому что я думала, что мы сходим в эту сторону, а здесь такой, знаете, ну, просто город, просто люди. Не туристическое место, но у меня неправильно думала. Вот, сюрприз, сюрприз. И опять, опасайтесь трамваев в Чехии. Знаете, вот во многих странах там, ну, почти во всех странах таксисты. В каких-то странах машина BMW, каких-то Mercedes. Тут трамваи, вот реально. Тут все уступают время, место. Кроме трамваев. И все в гору. Все в гору. Короче. Сказали, Аленке, идем дальше. Она говорит, нет, мы туда не вернем. Наверх, он говорит, идем на эту башню. Я говорю, не пойду по этому лесу, он на эту башню. Но ради вот этого вида. Только здесь тоже красиво, посмотри. Что берется через лес какой-то, через парк, на эту башню. А там парк, по парку погулять. Это есть другие варианты? Да. Такие? Пойти наверх, а потом свернуть там. Погулять немножко, потом спутаться вниз и найти какую-нибудь грильную. Грильную? Лучит как план. Лучит как план. Ну хорошо, поднимемся наверх, погуляем. И пойдем назад. Ну а вот такие вот здесь, наверху, виды. Красиво тоже. Да. Тимка меня опять пытался навести по этим каким-то огородам. Е-бога, по парку. Да потому что говорит, давай пойдем там. С шикарным видом. Я говорю, хорошо. Я говорю, там что, там монастырь, а потом мы вниз пойдем, да? Там по низу. Деревья, там огороды, да? Я говорю, нет. Просто там был лабиринт. Я надеялся. Меня потерять, я знаю. Ну нет. Раз Аленка не пошла со мной на красивый вид на ту башню, мы пошли с другой стороны. И вот такой вот шикарный вид открывается. Аленка все-таки решила не отпускать Рождество и ловим. Весной. То есть это видно, где же это слышно, что горячее вино. У них везде, на каждом углу горячее вино. Ну, везде. И я такая говорю, тебе не приходит, что горячее вино? Надо пробовать. В общем, в зале горячее вино. Мы с тобой искали участок. Ну, Дима, я там хотела в другом месте взять, я говорю, я пойдем погуляем. Нашли в два раза шутка. А может быть там бокал был бы два раза больше? Ну, так зачем нам? Сейчас попробуем. Ну, что. Так что спускаемся вниз к Маскаре. Мы хотим зайти куда-то торговый центр в этой стране. Мы хотим зайти куда-то магазин. Хочу взять все специи. Там какие-то такие, которые у нас как-то там особо ненадежные. И люблю покупать какие-то разные специи, которые у нас нет. Чуть-то на пробку. И можно сразу зайдем в Старбакс. Ну, что это, ну, все. Он сразу в номер. Чтоб захожу, не парится, ничего нет. Здесь мне нравится. Вот такое хотела. Ты снимаешь? Самая узкая улочка. В целом, это самое прикольное. Это, если не обратили внимание, сейчас покажем еще раз. Это, наверное, первая улица, которая заметила, что у нее есть светофор. Танцующий мужчина. Я не удивлюсь, что это... Танцующий перерослый. Перерослый перерослый. Танцующий перерослый. Перерослый. Я не удивлюсь, что это тот же самый черный. Танцующий перерослый. Потому что исполнение очень похоже. Мы сюда идем, да? Да. Ну, пойдем сюда бережной. Очень. да мне нравится погулять не то что по огородам кем-то метров хочу по частным домам по огороду по лесу по лесу надо по лесу гулять за грибами уже неизведанную тропу неизведанным трубам без до него верно что здесь можно будет по низу нельзя нужно было поверх но как-то люди там потом другой стороны наверное заходит немножко в классе она вот вид сейчас вид на может вид на мост другой стороны вот мы пришли уже по кустам не думали вчера вернее где мы нашли вчерашнее место и недолго думал что за димка хотел гуляш мы думали он будет в хлебе оказалось что поэтому мы решили что завтра гуляш где-нибудь найдем в хлебе или какой-нибудь суп хочет попробовать и короче что мы заказали мы сказали жареный сыр решили дать хороший шанс может быть по-другому потому что я тоже был маринованный сыр еще что же было мариновым взять ну а дальше жарим темное пиво очень вкусный пахнет и зашли пахнет очень вкусно и я думала брать колено один ко мне убедил на завтра взять колено жареный сыр и стейк будешь мне помогать там как-то со своими целями нормально какой у тебя коленище коленище ну что пробуем да я тоже хочу попробовать у тебя капусту вот передачу разваливаться очень вкусно с этим ну я шкурку не люблю поэтому простите меня хотя сейчас наверное я люблю ты ты любит на расчетом господи женщина мой отрежь меня так много и не хочу думать господи зачем ты вообще тогда у нас прям разваливается и тает очень мягкий мягкий я вижу он дает в тебя как он больше медиум хорошим соли не хватает вот только что соль а так все нормально за такую цену я не знаю сколько она стоила 300 короче мы еле 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 видим а там еще мясо конца и крайне туда вот эта шкурка но вот это вот это все мясо может выбираем где-то поджарить это вот среди димка говорит нужно двое воротника что смело можно брать на троих и салатик они вообще хлеба прийти тут тоже тут все еще мясо просто нереально это не рулька это коленище молодцы конечно у нас вы стоять села вот и там был то 200 грамм отлично так что я свое исполнила это шкурка это что у меня такой пункт урагану печетку было это больше там если сквозь это вообще там я хотела мариновый мусор попробовал мы выкатываемся по-немножку актус это кому интересно место за у бену и его цены дима заплатил короче наш день идет 44 евро получается да ну вот стейки например да вот смотрите стейк рибай то что я брала то 269 крон это примерно значит 4 8 где-то 10 евро а дима брал я вот колено брал колено 429 ну там индивид от килограмма зависит сколько в него и того подобное сколько там будет но вот так вот поели вкусно очень сыты прям выкатились можно сказать я тут все хочу похудеть чувствую что я только дело из этих дней на ела как есть так есть так что вот так вот все значит у нас до завтра у нас новый день и походы вращения ножками многие ступни именно вот именно просто купили кружку в старбаксе собирая кружки стандарт но которые такие большие кружечку или кружечку надо что-то еще купить какую-то мальчевку детям я думаю все что и в рапорте или игрушки какие-то или стопотеки вот так что всем целуем и до следующего ролика всем пока я не знаю не знаю увидите не видите но реально за он отворачивается он работает он работает да то есть это днем она не работал это скульптура инсталляция фах фа да да на каждой фотке когда ввесли ну что ты прочитала что ты хочешь ну просто когда уже в кадр просто куда-то просто реально однотипные фотки мы все время мммммммммммммммммммммммммммммммммммп просто можем на друг друг на друга посмотреть Посмотреть можем.